По международным нормам частные военные компании это официально разрешенные и зарегистрированные по всем правилам коммерческие организации. А теперь перейдем к Крыму. Все эти зеленые человечки не что иное как желтые береты, нанятые самопровозглашенным правительством Крыма. И совершенно не важно, что в них служит еще вчера написавший рапорт об увольнении из вооруженных сил России псковские десантники и морпехи Северного флота России. Да и Юры они сотрудники частных военных компаний, действующих абсолютно законно по всем международным нормам. Именно они вежливо вытеснили голозадую украинскую армию в Крыму, которая много лет существовала на нищенскую зарплату. Откуда же деньги на такую великолепную экипировку, отличную технику, прекрасную подготовку и боевой дух, а главное оплату солдат? Смею вас уверить, что для Европы и США было полной неожиданностью увидеть такую армию у России. Идущие учения приносят впечатляющие кадры новой путинской армии. Именно он и был автором законопроекта о создании частных военных компаний, которые блестяще провел через пояцеве Орликин Европарламента, продажных не менее его чиновников. Так, через наемничество, без криков и победных реляций, Путин создал русские частные военные компании и, заработав на них деньги, подготовив их в ведущих европейских и американских военных институтах, получил качественно подготовленную, высокооплачиваемую, отличную вооруженную армию Новой России. Именно ее мы и видим сейчас в Крыму и на учениях западного и центрального округов России. Ну а подкрепленная стратегическими силами, она, скорее всего, лучшая в мире. И нам это скоро будет доказано. Впрочем, интрига не закончена. Денег в России оказалось больше, чем могут все предположить люди, которые еще до сегодняшнего дня считали себя финансовыми воротилами мировой экономики. Путин поступил с настоящим византийским коварством. Окружив себя взяточниками, он обложил их данью и откатами. Не в состоянии побороть коррупцию, он возглавил ее, скопив громаднейший капитал, который, в отличие от Януковича, пустил не на семью, а на тайное перевооружение армии и флота. Международные корпорации щедро оплачивали лояльность к ним путинского руководства, а олигархи, которым объявил войну Владимир, достойный остаться в истории России с именем Хитрый, повелись на эту игру. Неумные же типа Ходорковского расплатились не только капиталом, но и годами отсидки. Французские корабли «Мистраль» заказаны российскими частными военными компаниями. И так, по всему миру скуплено все самое лучшее. Кстати, не забыт и отечественный военный промышленный комплекс, который также получил заказы от западных частных военных компаний. Неизвестна настоящая роль Сердюкова в этой грандиозной схеме расхищения денег из армии России. Однако Путин, ничего не делающий зря, его сохранил и даже решил представить герою России. Вроде нонсенс, а задуматься стоит. Проводится блестящая подготовка к смене мировой валюты. На финансовый рынок вступает его величество юань, а место евро, похоже, займет рубль. Конечно, все это потребует времени, которое есть у Путина и совершенно нет у Запада, который с удивлением смотрит на непонятные фигуры зеленых человечков в Крыму, постепенно находя их на своих территориях, точно так же говорящих на ненавистном ему славянском языке. Я являюсь заместителем председателя правительства Российской Федерации, возглавляю военно-промышленную комиссию при правительстве России. Это такая площадка, где работают все. И заказчики военной техники в лице Министерства обороны, Министерства внутренних дел, наши спецслужбы, вся промышленность обосредоточена, весь финансово-экономический блок правительства. Вы видите, что произошло на Украине. Наконец-то произошло воссоединение Крыма с Российскими. Я вас сердечно всех поздравляю. Для меня это просто был праздник большой, личный праздник. Я сам в начале 90-х годов очень много занимался защитой наших соотечественников, был в Крыму, видел, как по сути дела страдает разделенная нация, расчлененная границами. Новый государств. Русский народ оказался разрезан таким образом, что образовалась самая большая диаспора за пределами нашей страны. 17,5% всех русских оказались за пределами России. И то, что с Крымом произошло, то, что он воссоединился без единого выстрела. Почему это произошло? Да потому что мы уже другие стали. Мы уже не такие, так сказать, бесхребетные, которые прогибаются под конъектуру мировой политики. И у нас уже появилась физическая сила, которая крайне важна для того, чтобы с нами разговаривали уважительно. Нам нужны свои вооруженные силы. Мощные и ультрасовременные. И я надеюсь, что именно первые зачатки вот таких вооруженных сил, первое ощущение новой мощи России и позволило нам, как я уже сказал, без единого выстрела восстановить российскую власть в Крыму. Мы начали амбициозную, очень дорогостоящую программу глобального перевооружения российских вооруженных сил. Нам крайне важно сделать так, чтобы сегодня самые талантливые дети, школьники, шли в технические вузы, приобретали инженерные профессии. Чтобы в инженерном деле мы могли выявлять новую конструкторскую мысль, новых конструкторов, поднимать их статус. Мы должны сегодня сделать так, чтобы конструктор и инженер в нашем российском обществе, это была элита страны. Чтобы уважение к этим профессиям было всемирным. И оно должно быть подчеркнуто не только самим моральным отношением в обществе к этим людям. Оно должно быть подчеркнуто материальным содержанием этих людей в нашей стране. Поэтому сейчас мы делаем крутой разворот в области образования. То, что я сейчас рассказал, звучит красиво и оптимистично. Тем не менее, в глобальной политике система управления, именуемая глобальный предиктор, вписала эти действия в свой сценарий, который предполагает передачу функций мирового жандарма от США России. Как сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, цитирую, «Мы планируем увеличить количество военных баз. Помимо Вьетнама и Кубы, мы планируем расширить их количество за счет таких стран, как Венесуэла, Никарагуа, Сейшельские острова, Сингапур и другие». Конец цитат. Глобальный предиктор заинтересован поддерживать строго библейскую концепцию с ее толпой элитаризмом, рабовладением и собственностью на средства производства. Многие полагают, что решение проблем лежит на применении силы. Однако это совсем не так. В концепции общественной безопасности силовой приоритет стоит на шестом месте обобщенных средств управления или уничтожения обществом. Он самый быстродейственный и наименее эффективный, по сравнению, например, с экономическим либо идеологическим. Еще более высшими приоритетами являются хронологический и мировоззренческий. Знание невозможно победить никаким оружием. Концепция общественной безопасности – это система знаний об управлении, разработанная в СССР и направленная на преодоление всем человечеством глобального системного кризиса. И эта идея – о построении действительно достойного звания человека, общества человеков и определенное понимание мироустройства, позволяющее воплотить эту идею в жизнь. Концепция общественной безопасности включает научные и научно-популярные труды на различные темы – теории управления, образования, экономика, философия и другие. Ядром группы вначале были офицеры военно-морского флота, затем присоединились офицеры других родов войск и специалисты гражданских специальностей. КОБ на данный момент наиболее проработанная научная база для реального изменения жизни общества. Мы присутствуем при грандиозном шоу падения Европы и переделе мира. С востока встает новый индустриальный и военный гигант, именуемый Азией, наконец осознавший свое значение в мировой истории. А на фоне этого – погрязшая в долгах, посаженная на газовую иглу коррумпированная Европа, вступающая не в самые лучшие свои времена. И растерянность Соединенных Штатов, долги которых куплены Китаем, Россией и странами Азии. Дай бог, чтобы этот передел состоялся так же бескровно, как и Крымское присоединение. А на Украине начинается Отечественная война, потому что каждые 200 лет мы изгоняем наших кровопийц. А тут как раз 200 лет ступло, как и знали французов. Очистим же, други, Украину от кинномодифицированных, педерастии, жлобства, истерикой и каннибализмов тварей. А затем поможем очистить Россию. Субтитры создавал DimaTorzok